Меня зовут Дарина Двинских, и я сегодня буду рассказывать про оптимальный транспорт. Вот сегодня Александр Коротин уже рассказывал про оптимальный транспорт, но я расскажу про него немного с другой стороны. То есть мой доклад будет больше про оптимизацию, а у Александра был больше про обучение. Вот также Александр вам рассказывал больше про непрерывный оптимальный транспорт. У меня доклад больше сосредоточен на дискретном оптимальном транспорте, чтобы его можно было применять к таким данным, как картинки, тексты и видео. Но давайте начнем с мотивации. В принципе, про это вы уже на прошлой лекции слышали, что оптимальный транспорт можно использовать в задачах, например, image retrieval. Это когда мы хотим искать похожие картинки. Похожие имеется в виду, мы подаем на какой-то сервер запрос. Например, мы хотим красные машины. И сервер вам должен вернуть все картинки с красными машинами. Либо, например, мы подаем даже картинку, какую-то картинку красной машины, и сервер выдает нам похожие картинки. То есть во всех таких задачах можно использовать оптимальный транспорт. Но давайте сразу спрошу, почему. Вы уже прослушали две, даже одну лекцию и один семинар. Почему мы используем оптимальный транспорт, а не какое-нибудь другое расстояние? Ну, то есть почему, например, необычное евклидовое расстояние? Еще есть у кого-нибудь идеи? Да, вот это вот очень близко к правде. То есть смотрите, главная идея оптимального транспорта в чем? В том, что оптимальный транспорт позволяет учитывать геометрическую структуру объекта. То есть если у нас на входе картинка с машинкой, то мы машинку и хотим получить, а не что-то другое. Вот. Ну, давайте про другие преимущества оптимального транспорта и расстояние порожденного оптимальным транспортом мы поговорим уже в процессе доклада. А сейчас рассмотрим еще одну мотивационную задачу. То есть вот мы сейчас с вами находимся на школе «Смайлз». Школа закончится, и у организаторов, значит, будет такой вопрос. Помогла ли эта школа студентам как-то подтянуть свои знания в области оптимального транспорта, в области диффузионных моделей, в области физики и так далее, и так далее? Если бы вы были организаторами, что бы вы делали? Как бы вы решили такую проблему? То есть как бы вы поняли, нужны такие школы проводить? Нужно проводить такие школы или нет? То есть вот идейно, что бы вы сделали? Да, опрос. Замечательно. Собственно, опрос, по-моему, и будет. В конце будет письменный экзамен какой-то, насколько я понимаю. Отлично. Какой-то будет письменный экзамен, будут вопросы. И по результатам этого экзамена будет понятно, в принципе. Но понятно, насколько хорошо вы решили этот тест или плохо. Но по-прежнему будет непонятно, улучшились ли ваши знания или нет. Вот как вот этот момент проверить? Давайте тут ответ на следующем слайде. То есть вот на этом. Но давайте возьмем две группы людей. То есть, например, 100 участников школы Smiles и 100 человек, которые не посещали эту школу. Да, и сравним. Отдадим тест, ну или контрольную, письменную, обеим группам. Да, и сравним результаты. Но понятно, что все равно результаты у всех участников будут разные. То есть, как математически выглядит эта задача? Возьмем две каких-то выборки. Выборка по х и выборка по у. Что представляют из себя выборки? То есть участники из школы Smiles и какая-то группа людей, которые эту школу не посещали. Вопрос, значит, улучшила ли эта школа знания студентов? Как можно проверить? То есть говорим, что у нас есть какое-то распределение, и мы сэмплим из этого распределения. То есть берем выборку, берем студентов. И проверяем, что нам нужно проверить. Совпадают ли эти распределения или нет? То есть здесь альтернатива написана как двухсторонняя альтернатива. То есть по факту, конечно, мы можем одностороннюю написать, потому что нам интересуется, улучшил ли данный, улучшил ли этот курс знания студентов или нет. Ну, я надеюсь, в худшую сторону мы можем не проверять. Вряд ли кто-то что-то забудет после школы. Для чего эта задача? Задача для того, чтобы замотивировать, сравнивать меры. Потому что оптимальный транспорт, он в основном используется для сравнения двух вероятностных мер. То есть вот откуда берутся вероятностные меры. И вот в статистике такая задача называется two sample test. И возможно, вот вы слышали АБ-тесты. Их тоже очень любят спрашивать на собеседованиях. В частности, в Яндексе, по-моему, вот так каждом собеседовании спрашивают АБ-тесты. То есть всегда, когда вы хотите решить задачу, как что-то улучшить, всегда можно взять две группы людей или как бы два вида презентации и посмотреть. Посмотреть на контрольные данные в этих двух группах и сравнить две меры. И вот для таких вот задач мы будем определять расстояние, порожденное оптимальным транспортом. Ну, собственно, здесь идея решения, как проверять, улучшила ли школа знания студентов или нет, что взять какое-то расстояние, например, расстояние, порожденное оптимальным транспортом, а сформировать статистику. И если статистика больше, чем какое-то треш-школдное значение, то такие данные мы отправляем в критическую область. И отвечаем на вопрос, улучшила ли школа знания или нет. Здесь на слайде изображены три главные книжки, такие больше классические, по оптимальному транспорту. То есть на самом деле сейчас эта область активно развивается. Существует большое множество полезных статей, книг. Но вот самые классические, наверное, вот эти вот три. Сейчас давайте поговорим про оптимальный транспорт. Я еще раз сформулирую эту задачу, но начну немножко с другой стороны, то есть немного по-другому. Давайте представим такую ситуацию. У нас есть вот шесть на слайде. Шесть пекарен, которые пекут круассаны. И есть шесть кафе. И нам нужно каждую пекарню привязать к кофейне. То есть каждая пекарня печет круассаны ровно для одного кафе. Какой ставится вопрос? Как нам разумным образом привязать каждую пекарню к кафе? Если мы знаем стоимость перевозки круассанов из одной точки в другую, то есть на слайде это цитое-житое. Это стоимость перевозки круассанов из пекарни и кафе-жи. Вот здесь вот на картинке изображено решение этой задачи. То есть желтеньким отмечено оптимальное перемещение. То есть вот есть карта Франции, например, карта Парижа. Красным изображены пекарни и желтым изображены кафе. То есть каким образом мы можем транспортировать круассаны в кафе? Вопрос к вам. Будет ли вот такой способ единственным? Ну не конкретно здесь, а в общем плане. Ну как бы в общем виде. Для каких-то других данных, для каких-то других пекарен, городов и так далее. То есть всегда ли существует единственное решение вот этой вот задачи? Когда мы хотим сопоставить каждую пекарню с каждой кафешкой. Да, все супер. Теперь математическим образом сформулировать можно так. То есть нам нужно просуммировать все затраты по перевозке круассанов в кафе и минимизировать по всем возможным перестановкам. То есть назначим, например, какой-то одной пекарни, одну кофейню. И рассмотрим все возможные перестановки. Первое. Чтобы решить такую задачу. Какова сложность этой задачи? То есть в худшем случае вот сколько мы потратим? То есть вот смотрите, у нас это первый вопрос. А второй вопрос, каковы ограничения в этой задаче? То есть если, например, количество пекарен и количество кофеин будет различное, можем ли мы сформулировать задачу именно таким образом? Вот таким образом? Нет, таким образом не можем. Потому что в этой постановке, смотрите, у нас, значит, мы решаем минимизационную задачу, а суммы C и T, G-T, где G – это как раз какая-то перестановка. То есть вы определили каким-то образом, сопоставили ровно одной пекарни, одну кофейню, а дальше вы рассматриваете все возможные перестановки. Ну то есть как на слайде. Например, вы вот так вот распределили, а могли как-то по-другому. Вот основная проблема вот здесь, вот в этой постановке, что она ровно формулируется в том случае, когда у нас количество пекарен и количество кофеин одинаковое. Вот, но на самом деле на практике такое же, как бы, ну, может не реализоваться, да, может быть, ой, может быть две пекарни и огромное количество кофеин. Вот, давайте тогда посмотрим дальше, как решить эту задачу. Давайте заменим вот эту вот функцию перестановки на матрицу, матрицу плана, которую уже вводил Александр, но в непрерывном случае. То есть вот в частном виде, например, для такой перестановки, когда у нас из первой пекарни круассаны доставляются в третью кофейню, да, и из второй пекарни во вторую, и из третьей в первую, вот такая перестановка задается вот таким вот транспортным планом, да. Тогда задачу Монжо можно сформулировать уже следующим образом, да. То есть надо умножить вот эту матрицу на стоимость, стоимость перевозок и решать уже вот такую задачу. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы немножко как бы релаксировать постановку. Вот смотрите, давайте использовать вместо вот таких вот матриц перестановки вот такие бистохастические матрицы. То есть сейчас у меня там картинка, нет, картинки у меня, к сожалению, здесь нет. То есть что здесь имеется в виду? Предположим, что мы можем разделять массы, да. То есть вот здесь у нас транспортный план представляет из себя матрицу из нулей и единиц, а сейчас мы можем говорить, что какую-то часть, какую-то часть, значит, круассанов мы доставляем в кофейню номер один, и второй пекарни мы, например, тоже доставляем в кофейню номер один. Вот, то есть переходим вот к такой вот уже релаксированной постановке. И вот в чем плюсы такой релаксированной постановки? Вот первое, здесь количество пекарен и кофейни уже может быть различным. Потому что нам не обязательно делать биекцию между кофейнями и пекарнями. Вот первое, вот такое подмножество бистохастических матриц, оно уже является выпуклым, в отличие от тех матриц перестановки, которые мы раньше рассматривали. Во-вторых, для такой задачи у нас уже существует алгоритм. Возможно, кстати, вы знакомы уже с ним, если у вас были методы оптимизации. Были у кого-то методы оптимизации? Да, ну давайте тогда. А у кого были методы оптимизации, вот какая это задача? Какой вид этой задачи? Сейчас, где у меня тут поинтер? Вот этой вот задачи, которая введена в желтый бокс. То есть какой это вид задачи? Вот этот у, это у нас выпуклый. Да, транспортная задача. А транспортная задача это как бы какая подзадача? Подзадача чего? За что там Конторовичи дали Нобелевскую премию, если вы внимательно слушали Александра? Да, за экономику, потому что за математику не дают. Ну, в общем, да, он занимался транспортными задачами, и в частности ему премию дали за вклад в развитие линейного программирования. Знакома задача линейного программирования, да? Вот чем она решается? Какими алгоритмами? Какие алгоритмы вы знаете для этого? Да, вот знакомы с Simplex методом, да? Вот, как говорите, не было оптимизации. Вот, собственно, смотрите, значит, преимущество вот такой постановки по сравнению с предыдущей постановкой Монжа, что здесь у нас сложность решения задачи n в третьей. Ну, n в третьей лог n. То есть не n факториал, а n в третьей. То есть если n – это какое-то большое число, то разница будет колоссальная. Но n факториал мы даже можем не посчитать для больших n. Вот, далее, какая релаксация возможна? Давайте, значит, перейдем не к взвешенным. Как бы, давайте просто введем количество круассанов, которые мы доставляем в каждую кофейню. То есть не какая-то доля круассанов, а именно вот количество круассанов. То есть введем вот две такие, два таких, ой, прошу прощения, так, два таких, так, куда мне листать? Два таких вектора А и Б, где аитое означает количество круассанов, которые вы отвозите вот в какую-то пекарню. И вот здесь вот это ограничение, которое нам понадобится в транспорте, что все круассаны, которые вы вывезли из пекарен, вы их куда-то доставили. И наоборот, все круассаны, которые получены, наоборот, не в пекарне, все круассаны, которые вывезли из пекарни, доставлены в кофейню. И все круассаны, которые были получены в кофейне, они были привезены из каких-то вот пекарен, да, где аитое это задает количество круассанов, произведенных в какой-то пекарне и отвезенных вот в какую-то кофейню. Собственно, да, вот так вот формулируется задача, и о том, что у нас масса сохраняется, нам говорит следующее условие. То есть вот такой вот у нас есть транспортный политоп, где P, так, я прошу прощения, вот здесь должно быть тоже такое же P, как вот здесь, вот эта опечатка. То есть транспортный план, да, в первую очередь должен быть неотрицательный, потому что мы не можем перевозить отрицательное количество круассанов, и масса должна сохраняться. Все, что мы перевезли из пекарен, равняется тому, что мы получили в кафешках. Так, да, теперь далее уже поговорим про вычислительные аспекты. То есть n в третьей лог n – это по-прежнему достаточно много, да, в частности, если n у вас какое-то большое число. Вот, поэтому дальше доклад будет построен таким образом, что мы посмотрим, как это можно улучшить. Вот давайте рассмотрим два случая, то есть мы рассматриваем оптимальный транспорт отдельно для дискретных мер и отдельно для непрерывных. То есть в случае дискретных мер мы рассматриваем какой-то саппорт и задаем меры следующим образом. Так, ну, вот таким вот. Вот, и в случае непрерывных мер мы предполагаем, что у нас есть плотность. Ну, и вот здесь вот картинка, как раз-таки демонстрирующая непрерывные меры и дискретные. И транспортный план сначала для дискретных мер. Давайте так, значит, есть какой-то саппорт у первой меры, он выражается через х. Так, через х. Есть саппорт у второй меры, через у. И вот каким образом нам записать сохранение масс? А записать его можно следующим образом. То есть для любой точки G из второй меры BGT должно равняться сумме T от X и T равняется YGT. Так, сейчас, секундочку, чего-то у меня тут не то. Вот YGT надо было… А, нет-нет-нет, это да, это как бы тут двоеточие. То есть сумма таких И, что TX от X и T равняется YGT. Вот, то есть предположим, что у нас мы перевозим в кофейню BGT круассаны из кофейни 1, 2 и 3. Тогда вот сумма будет Y – это 1, 2 и 3. Да, понятно? То есть это вот как раз задает те ограничения, которые мы в транспортном плане формулировали вот таким вот следующим образом. То есть здесь задача Конторовича, она формулируется через транспортный план, а задачу МОНЖИ мы будем формулировать через транспортное отображение. Ну вот здесь вот, кстати, да, хорошая картинка, как все это происходит. Опять-таки ограничения в задаче МОНЖИ. Вот мы рассматриваем какой-то транспортный план. В первую очередь, в отличие от постановки Конторовича, здесь транспортный план может вообще не существовать. Во-вторых, он может быть не единичный, ну в смысле не единственный вот так вот. Ну транспортный план тоже может быть не единственный. И третье – это несимметричный. И как раз пример не единственности показан вот в этой части картинки, что тут мы можем двумя различными способами транспортировать круассаны… Что такое? Я тут пока не разобралась с этим кликером. А транспортировать круассаны из Y1, Y2 в X1, X2. Вот. Несимметричность заключается вот на этой картинке. Так, сейчас, секундочку. Тут у меня, кстати, цвет, по-моему, поменен же. Тут у меня из голубого доставляется в красный. Да, тут у меня из голубого доставляется в красный. То есть, смотрите, вот если из X1 и X2 мы можем доставить в кофейню Y2, то если мы поменяем местами красный и синий цвет, то вот обратным образом мы доставить не сможем, потому что мы вот вводим такую вот функцию. То есть, вот T от X этого может равняться вот здесь вот Y2. То есть, здесь T от X1 равняется Y2, и T от X2 равняется Y2. Сейчас, не знаю, наверное, путанно объяснила. Вот тут на картинках понятно, что происходит или непонятно? Понятно, да? Ладно. То есть, самая главная проблема в задаче Монжо – это что транспортный план может не существовать. То есть, если мы обратим задачу, обратим перевозки, то как бы вот такой транспортный план может не существовать. Собственно, все то же самое, как и в перестановках. Нам нужно просто минимизировать стоимость всех перевозок. Так, здесь то же самое, но уже обобщение на непрерывный случай. То есть, вместо каких-то отдельных точек из саппорта мы рассматриваем подмножество. Подмножество вот здесь, например, B и подмножество A, вот здесь на картинке. И у нас ню, вот эта вторая мера, вторая мера, оранжевая, от B должно совпадать с ню от A, если A – это такое множество точек X, которое переходит в множество B. Вот. И, собственно, проблема Монжо в случае непрерывных мер. Так, здесь про транспортный политоп Конторович. Я не знаю, вы еще запутались или не запутались между этими двумя задачами. Тоже аналог дискретного случая, но обобщение на непрерывный. Вот. И здесь картинка, хорошо поясняющая непрерывный случай, что вот как бы двухмерная вот такая мера – это P, X, Y. Это как раз вот транспортный план. Если мы его отобразим, если спроецируем на пространство X и на пространство Y, то мы получим меру мю и ню. Это как раз меры, между которыми мы ищем транспортный план и транспортное расстояние. Собственно, задача аналогичная дискретному случаю, но здесь уже мы берем интеграл вместо суммы. Вот теперь как бы какое преимущество вот этой задачи? То, что данная задача определяет метрику. То есть для метрики P-Wasselstein Distance будет удовлетворять всем аксиомам метрики. То есть симметричность, неравенство треугольника и так далее. То есть если это расстояние от мю и ню равняется нулю, то меры совпадают. То есть смотрите, если мы возьмем… Значит, P расстояние Вассерштейна формулируется следующим образом. То есть это корень по этой степени из минимума вот такого интеграла. Мы пока что рассматривали вот такую задачу и говорили, что это задача оптимального транспорта. То есть если мы возьмем в качестве стоимости перевозок непроизвольную какую-то функцию, а именно квадрат расстояния, тогда мы получим два расстояния Вассерштейна, и оно как раз будет совпадать с задачей оптимального транспорта. Ну, собственно, да, что слайд про то, что это действительно метрика. Итак, теперь давайте поговорим про какие-то частные случаи. Вот в общем случае, чтобы посчитать расстояние между двумя мерами, нужно решить вот такую оптимизационную задачу. Вот это не всегда бывает просто, особенно когда у нас размер картинок, ну или размер мер достаточно большой. Но есть случаи, когда эта задача решается в явном виде. То есть существует так называемая closed form. Первый случай – это когда у вас меры заданы напрямой. То есть в этом случае нет никакой оптимизационной задачи. И два… Второе, как бы, давайте просто я буду говорить расстояние Вассерштейна и всегда подразумевать, что это два расстояния Вассерштейна. Или оптимальный транспорт с функцией стоимости, равной квадрату расстояния. Вот, то есть здесь расстояние Вассерштейна – это будет не что иное, как интеграл от модуля разности двух квантилей. То есть fμ и fμ – это у меня функции распределения первой и второй меры соответственно. Второй простой случай, когда у нас нет никакой оптимизационной задачи, когда у нас все вписывается в явном виде – это случай с двумя гауссианами. То есть если есть две гауссианы, то расстояние считается достаточно просто. И вот тут вот сейчас, так, внизу, 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 вот здесь вот частный случай, если у нас две гауссианы напрямой. То есть вообще достаточно простая формула получается. Вот дальше уже как раз про то, как нам уменьшить вычислительную сложность вот решения этой транспортной задачи. То есть какой подход можно применить, чтобы как-то попроще вычислить это расстояние. Но самый такой популярный способ – это энтропийная регуляризация. Вот смотрите, давайте под минимум внесем вот такое слагаемое – гамма на е, где е, где е от пи – это как раз энтропия. Энтропия, она сильно выпукла, точнее, минус энтропия сильно выпукла в первой норме. Вопрос. Вот в этом случае регуляризованный оптимальный транспорт может ли иметь несколько решений? То есть в общем случае оптимальный транспорт может иметь несколько решений. То есть мы можем несколько оптимальных транспортов, несколько оптимальных перевозок. Вот может ли быть здесь тоже несколько оптимальных перевозок? Не может, почему? Да, супер. Задача сильного выпукла – это значит… И причем во второй норме у нас вот эта функция будет выпукла. Это значит, что да, существует только одно решение. То есть это первый плюс энтропии, что если вы получили оптимальный транспорт, то он будет единственный. Второй плюс – это, конечно, вычислительные аспекты, потому что такую задачу как бы на первый взгляд не кажется, что решать проще, но на самом деле можно решить намного быстрее, чем нерегулированную задачу. Вот, но если вы хотите посчитать все-таки расстояние, которое основано на оптимальном транспорте, а здесь у вас какая-то поправка регуляционная, вы все-таки другое расстояние посчитаете. И вот если вы хотите посчитать изначальное расстояние, то вот этот вот параметр регуляризации надо брать достаточно маленьким. Вот, это как бы утверждение, что если у нас гамма стремится к нулю, то это регуляризованное расстояние будет стремиться к нерегулиризованному расстоянию. Теперь немножко про как бы плюсы и минусы вот этой вот регуляризации. Да, на практике такое работает часто намного лучше, чем нерегулиризованный оптимальный транспорт. Также есть вот статистическая интерпретация такой регуляризации. Вот есть статья, я на нее ссылаюсь. Так, вот первая, да. Там как раз обосновывается энтропийная регуляризация для гауссовской деконволюционной модели. То есть вот в случае гауссовской деконволюционной модели энтропийный транспорт можно интерпретировать, задачи энтропийного транспорта можно интерпретировать как метод максимального правдоподобия. Вот, далее это, конечно же, вычислительные аспекты. Что сейчас мы видим n квадрат, деленное на эпсилон, либо n в степени 2,5, деленное на корень из эпсилон. Как бы в чем еще разница в сложностях алгоритма, помимо того, что мы улучшили n? Как бы какие недостатки мы здесь привнесли по сравнению с исходной задачей, которая нерегулиризованная? Помните, я там говорила, что мы решаем симплекс методом, получаем n в третий лог n, а здесь говорю, что получается вот такая вот оценочка. То есть как бы с одной стороны лучше, потому что лучше зависимость от n, но как бы что хуже? Какая константа? Гамма, которая? Во, супер, да. Вот здесь есть зависимость от эпсилон, то есть здесь мы решаем задачу приближенно. То есть симплексом мы можем решить ее точно, вот здесь мы решаем приближенно. Понятно, что это не из-за того, что мы ввели энтропийную регуляризацию, ту задачу мы тоже могли решать другим алгоритмом, и тогда тоже бы получили приближенное решение. Но в частности, да, хотела отметить, что вот симплекс метод нам давал точное решение, здесь мы решаем с некоторой точностью. И минус сразу же, если нам все-таки нужно посчитать истинное расстояние оптимального транспорта с какой-то точностью эпсилон, и причем достаточно высокой, то есть эпсилон какое-то маленькое значение, то гамма-параметр нужно брать очень маленьким. И вот алгоритмы Синхорн и ускоренный Синхорн, которые работают с энтропийно регулизованным оптимальным транспортом, они являются вычислительно неустойчивыми, когда гамма очень маленький. Поэтому как бы на практике гамму желательно брать, ну вот не что-то совсем близкое к нулю, иначе у вас алгоритмы просто не будут работать. Так, ну да, это значит обобщение на непрерывный случай. То есть здесь мы вводим вместо отрицательной энтропии, мы вводим минус, нет, здесь мы вводим кульбокаляйбрера, да, дивергенцию кульбокаляйбрера. Вот, а теперь поговорим про барицентры. То есть следующая часть доклада будет про средневероятностных мер. Так, тут почему-то не пропечаталось, тут должна быть константа m. То есть до сих пор у нас подразумевалось, что у нас есть две вероятностные меры, и мы хотим найти между ними расстояние. Сейчас мы предполагаем, что у нас есть набор вероятностных мер, и мы хотим посчитать что-то среднее. Ну вот часто любят приводить в пример, например, сейчас, давайте подписи. Да, вот вы приходите в банк, и вам, да даже не в банк, куда угодно, и вас просят подписать документ. Понятно, что где-то там в аэропорту, где-то на почте это сделать неудобно, и у вас каждый раз подпись наклонена как-то в разную сторону, да, как-то наклонена, где-то она больше, где-то она меньше. Приходит другой человек, который хочет подделать вашу подпись, да. Есть какая-то система, которая, как бы цель которой понять, подпись вот этого человека истинная или ложная. И понятно, что если мы будем сравнивать подписи, вот отдельные, отдельные ваши подписи на почте, в аэропорту, вот с подписью этого человека мы можем привнести какую-то дополнительную ошибку. То есть лучше со статистической точки зрения найти какую-то вашу среднюю подпись, да, и уже сравнивать все остальные подписи других людей с вашей, и как бы вводить какой-то треш-холд и говорить, что да, это подпись вот этого человека истина, это вот кто-то за него расписался другой. Или вот часто усредняют картинки мнеста, потому что все рисуют одну и ту же пятерку, но как бы в разном стиле, и хочется понять, как бы какова вот такая вот средняя оценка, без всяких поправок уже на почерк. Поэтому вот мы рассматриваем задачу вычисления барицентра. Вот часто я вот, кстати, презентовала это на проекте, тоже похожую картинку. То есть как еще можно пояснить, зачем нам нужны барицентры? То есть, предположим, есть какой-то шаблон, вот здесь вот он справа изображен, мы его не знаем, но хотим восстановить по каким-то наблюдениям. А в качестве наблюдения у нас имеются картинки, которые слева. Они представляют из собой, представляют из себя, значит, реализации какого-то процесса, примененного к данному шаблону. То есть здесь это всевозможные сдвиги, растяжения и так далее. И важно, чтобы этот процесс, да, эти процессы, реализация этого процесса была центрирована. Иначе, если вы посчитаете среднее, то как бы, ну, хорошей вот такой вот аппроксимации истинного шаблона не получится. Вот. И если мы хотим восстановить вот по таким наблюдениям наш шаблон, то можно посчитать его барицентр, то есть барицентр этих картинок. И вот в статье Боасара и Легуика доказывается, что при некоторых условиях на этот процесс, в частности, что вот он должен быть центрированным, оценка данного шаблона, ну, вот оценка, полученная с помощью барицентров, она является состоятельной. Вот. То есть здесь я привела сравнение вычисления барицентра с использованием расстояния Вассерштейна. Это картинка справа. Это вот картинки, взятые из статьи Кутури и Досе. Вот. А слева приведены различные барицентры, посчитанные с помощью других метрик. Ну, собственно, метрики здесь перечислены. Это как еще одна мотивация, почему нам нужно именно транспортное расстояние, а не какое-то вот другое расстояние, когда мы хотим сравнивать две меры. Здесь мы сравниваем дискретные меры. Вот. И сейчас я расскажу про один из подходов, который не использует регуляризацию, чтобы здесь не было каких-то проблем с вычислительной неустойчивостью, но который обладает достаточно хорошей скоростью сходимости. То есть еще раз введу две дискретные меры на примере картинок. То есть вот есть две картинки из датасет Мнист. И пусть линейный размер картинки – это корень Зен. Тогда у нас как бы вот эти картинки, можно сказать, что они порождены двумя дискретными вероятностными мерами размера N. И мы хотим посчитать транспортное расстояние между ними. И вот следующий слайд представляет собой так называемые state of the art методы, как бы наилучшие методы по вычислению расстояния между двумя мерами. То есть первое – это, конечно, синхорн, ускоренный синхорн. А вот третий метод – это как раз метод, основанный на седловой переформулировке исходной задачи. То есть исходная задача у нас вообще не седловая. Исходная задача у нас просто задача выпуклой оптимизации. Вот автор Джамбалапати, Ситфорд и Тиан переписали эту задачу как седловую и показали, что она может быть решена вот как бы за такое время. И понятно, что оно намного лучше, чем вот, например, синхорн, потому что здесь эпсион в квадрате, а здесь эпсион. Так, а здесь эпсион. И даже лучше, чем ускоренный синхорн. Там вот из-за этого ничего. Давай я тебе, кстати, скину, ты у меня как раз же на проекте. Там просто две строчки. Синхорн – это такой, скажем, самый базовый метод, который применяют к оптимальному транспорту. Даже не к оптимальному транспорту, а к энтропийно регулированному оптимальному транспорту. И еще мотивация вот этих вот ребят, которые предложили вот этот вот наилучший по времени алгоритм, в том, что он не использует регулизацию. А все алгоритмы с регулизацией, они вычислительно неустойчивы. Они зависят от параметра регулизации, который вы выбираете как-то сами априорным образом. Вот. Поэтому, как бы мотивируясь вот этой работой, мы предложили метод, с помощью которого можно посчитать барицентр. То есть средневероятностных мер. Тоже без регулизации. Вот. Но перед тем, как я перейду к нему, давайте вот я расскажу сначала немного про седловую переформулировку задачи оптимального транспорта. Значит, еще раз напомню, что у нас, если мы хотим получать средний объект, то целесообразно вводить матрицу стоимости, зависящую от расстояния. Чтобы ваш средний объект был как бы действительно средним, то есть то, что дает вам программа, она совпадала с вашим каким-то интуитивным пониманием среднего объекта. То есть выбираем вот квадрат второй нормы. Дальше у вас есть две вероятностные меры по ЭКУ. И вы считаете оптимальный транспорт. То есть это квадрат расстояния Вассерштейна. Далее давайте вместо матриц введем векторы. То есть введем букву D, которая будет представлять из себя векторизованную транспортную матрицу, матрицу C. Введем вектор X, который будет представлять из себя векторизованный транспортный план. То есть сейчас у нас целевая функция, которую мы оптимизируем, objective function, она как бы есть не что иное, как скалярное произведение двух матриц, что было на первом слайде. И далее мы переписываем ограничения о том, что у нас масса никуда не пропадает и ниоткуда не появляется. То есть вот этот транспортный политоп мы записываем следующим образом. То есть мы вводим такую матрицу инцидентности и вводим вектор B, который представляет из себя состыковку двух векторов по ЭКУ. И если мы перемножим A на векторизованный транспортный план, мы как раз и получим B. То есть как раз получим вот эти ограничения, которые были у нас в транспортном плане. То есть вот эти две задачи между собой полностью эквивалентны. Я вот еще раз вернусь к предыдущей. То есть все, что у нас было здесь, это один в один, то, что на втором слайде, просто в других обозначениях. Сейчас мы хотим работать не с матрицами, а хотим работать с векторами. А дальше что мы делаем, чтобы получить вот такую вот седловую формулировку задачи? То есть первое, если у нас есть задачи с ограничениями, всегда хочется как-то их внести в целевую функцию, чтобы получить задачу без ограничений. Поэтому вносим вот это ограничение, ах равняется B, вот следующим образом в целевую функцию вот с таким вот штрафом. А далее используем определение двойственной нормы. Используем определение двойственной нормы и получаем вот такую уже задачу min max, где y – это вот двойственная переменная. Теперь что мы видим? У нас задача выпукла по x и вогнута по y. То есть вот эта задача, она у нас получается седловая. Да, собственно, статья Ситфорда, Джамбалапати, которые получают на сегодняшний день наилучшие скорости сходимости для решения задачи вычисления оптимального транспорта, она как раз базируется на вот этом вот представлении. То есть вместо выпуклой задачи оптимизации они решают вот такую седловую. Вот мы взяли за основу вот это представление и переписали задачу вычисления барицентра вот как бы с использованием вот такой формулировки оптимального транспорта. То есть сейчас, когда мы решаем задачу вычисления барицентра, мы предполагаем, что есть какое-то множество, да, вот есть, например, множество пятерок в дата с этим низ, и мы хотим посчитать среднее. Тоже приведу сразу результаты алгоритмов различной скорости сходимости. Вот это два алгоритма Iterative Bregman Projection и ускоренный. Они оба используют, ну, так же, как и Fast и BP. Они все используют энтропийную регуляризацию. Вот наша цель была отказаться от энтропийной регуляризации. И вот два алгоритма, которые приведены вот здесь вот в конце, это как раз алгоритмы, которые решают седловую постановку задач. Вот. И тоже вот если вы видите, например, вот этот последний алгоритм, он имеет наилучшую скорость сходимости по сравнению вот со всеми здесь присутствующими. Вот. Но на самом деле вот этот алгоритм, он такой, достаточно сложный для понимания, поэтому я расскажу алгоритм MirrorProx, но он очень близкий к Dual Extrapolation with Area Convexity. Вот. То есть как бы здесь просто применена так называемая релаксация и введен дополнительный термин Area Convexity. Вот. Я про это рассказывать не буду, но как решить седловую задачу, я расскажу. То есть еще раз у нас есть задача вычисления барицентра, которая представлена вот здесь вот в зеленом боксе. А мы используем седловую переформулировку задачи оптимального транспорта. То есть получаем вот такую формулировку задач. А далее уже, если мы введем векторы, которые составлены из… То есть сейчас у нас будет M транспортных планов, да, будет M двойственных переменных. Поэтому я ввожу вот такие вот жирные X, Y, D и C, потому что нам нужно вычислить не одно транспортное расстояние, а M транспортных расстояний. То есть есть какой-то барицентр, и нужно минимизировать сумму попарных расстояний Вассерштейна между барицентром, предполагаемым, который вы хотите найти, и всеми элементами в наборе. Вот. И если вот ввести вот такие вот жирные X, Y, D и так далее, можно перейти вот к следующей формулировке, к следующей седловой формулировке задачи вычисления барицентра. Далее предлагается ее решать алгоритмом MirrorProx. Кто-нибудь знает алгоритм MirrorProx? Ага, ну, это понятно, да. То есть, так, а MirrorDescent? Вот. А MirrorDescent должны знать, кстати, многие, потому что Александр Безносиков вам уже рассказывал, правда, не к седлам, а к задаче выпуклой оптимизации. Вот. Но я думаю, вы вспомните, я когда покажу слайд. То есть это такое обобщение MirrorDescent на случай, когда у нас целевая функция гладкая. Вот. То есть здесь вот как раз на слайде написано определение гладкой функции для седел. То есть если мы бы рассмотрели выпуклую задачу оптимизации, то было бы всего одно неравенство, а не четыре, как здесь. Вот. И лемма, то есть которая гарантирует, что наша функция, то есть вот это f от x, y, это как раз функция, которую мы хотим, которая стоит в седловой формулировке задачи вычисления баррицентра. Вот. И следующая лемма гарантирует, что функция, которую нам нужно оптимизировать, она является гладкой. То есть к ней мы вот можем применить MirrorProx. Ну, MirrorDescent мы бы тоже смогли применить, просто как бы получили бы хуже результаты. Вот. Теперь нужно ввести какую-то надстройку. Так, сейчас. А вопрос, кстати. Если бы мы… Вот MirrorDescent, я вот сейчас, может быть, отлистаю немного. Вот смотрите, вот MirrorProx алгоритм. Он состоит из как бы двух последовательностей. Но если бы мы убрали вот первую строчку, оставили бы только вторую, а здесь у нас была бы предыдущая точка, был бы как раз MirrorDescent. Вот. И вопрос, во что переходит этот алгоритм, если взять дивергенцию Брегмана евклидовой? Ну, то есть взять просто евклидовое расстояние, квадрат евклидового расстояния. Есть MirrorDescent. Там тоже как бы argmin от градиента, ну, скалярное произведение градиента на z плюс дивергенция Брегмана. И вот если дивергенция Брегмана – это квадрат второй нормы между z и zKT, то во что превращается этот алгоритм? Ну, то есть зеркальный спуск – это обобщение какого алгоритма? А? Кто-то, по-моему, правильно сказал, я вот слышала. Да, вчера на лекции был, да, я знаю, Михаил, что вы знаете. Да, градиентного спуска. Вот, то есть зеркальный спуск – это обобщение градиентного спуска на неевклидовые проксы, а MirrorProx – это обобщение зеркального спуска на случай, когда мы решаем седловую задачу и более того, когда задача гладкая. Вот. То есть, смотрите, здесь у нас стоит дивергенция какая-то произвольная. Поэтому нам нужно определить прокс-функцию. И вот как раз на предыдущем слайде я ввожу все прокс-функции, которые нам нужны для алгоритма. То есть в случае, когда у нас мы рассматриваем двойственные переменные, они у нас введены вот на таком вот множестве. Тут все просто. Тут мы можем выбрать евклидовую, евклидов прокс, евклидовую прокс-функцию и обычную вторую норму. Вот. В случае переменных x. То есть эта переменная x, она у нас задает транспортные планы и барийцентр. То есть векторизованные транспортные планы и барийцентр. То есть вот пространство x представляет из себя как бы вот следующее. То есть какую норму здесь нужно ввести и какую прокс-функцию. То есть если мы рассматриваем множество вероятностных симплекс, то разумнее всего на нем вводить первую норму и разумнее всего вводить энтропию в качестве прокс-функции. Вот. Ну потому что энтропия там один сильно выпукла. То есть единственное ограничение, которое здесь вводится на прокс-функцию, она может быть любая, которая один сильно выпукла в вашей норме. Вот. Поэтому мы берем энтропию. Но так как у нас не один симплекс, а произведение симплексов, я беру вот как бы вот такую вот немного сложную норму. То есть сумму первых норм и вот такую прокс-функцию. Дальше я рассматриваю пространство z, и вот мне нужно определить дивергенцию Брегмана на z. То есть вот здесь вот я уже так нормирую прокс-функции на пространстве x и прокс-функции на пространстве y. Так, ну здесь напоминание, как считается дивергенция Брегмана. То есть если мы задаем какую-то прокс-функцию, которая один сильно выпукла в какой-то норме, то вот она полностью задает дивергенцию Брегмана. Да, и здесь изображен алгоритм, который я вот буквально две минуты назад показывала, что mirror-прокс в общем виде, вот не к применению к нашей задаче, а вот в общем виде. То есть вот это, это какой-то шаг, да, learning rate, и g – это градиент. Причем если у нас задача не выпуклая оптимизация, а седловая, в данном смысле имеется, да, седловая задача, то градиент мы берем по x плюсом, по y минусом, потому что по x у нас выполняется минимум, по y максимум. Вот, и в частности вот тот сетап, который мы взяли, позволяет нам получить вот эти вот итерации алгоритма mirror-прокс для нашей задачи в явном виде. То есть нам не нужно будет в нашей задаче на каждой итерации решать вот какую-то вспомогательную задачу. Она будет иметь явный вид. Вот тоже, кстати, может быть кто-то знает, если взять градиентный спуск, даже не для седла, а просто для выпуклой задачи, и использовать в качестве прокс-функции энтропию, то дивергенция Брегмана это будет кульбок- клейблер, то какую форму будет иметь вот эти вот итерации, да, ну как бы вот эта вот итерация. То есть еще раз, если вот у нас дивергенция Брегмана это квадрат второй нормы, то вот это просто градиентный спуск, ну для выпуклой задачи, для задачи выпуклой оптимизации. А если дивергенция Брегмана это дивергенция кульбока- лейблера, то будет ли иметь какую-то вот аналитическую формулу вот этой вот задачи минимизации? Да, на самом деле будет, это будет просто softmax. Ну там как бы надо домножить, но можно перенести функцию и можно записать просто через softmax функцию. Вот, поэтому у нас для нашей задачи это все будет записано в явном виде. Ну, следующий слайд представляет из себя просто скорость сходимости зерка MirrorProx, не в применении к нашей задаче. Вот, а вот этот слайд представляет из себя уже скорость сходимости зерка, ну давайте MirrorProx для нашей задачи. Вот, то есть что мы видим? Мы видим, что алгоритм обладает какой сложностью? n в квадрате на корень из n, это как бы зависимость от размера мер, да, и умноженное на m. Как бы m это как раз количество мер. То есть если мы использовали какой-нибудь другой алгоритм для подсчета оптимального транспорта, то здесь получилась бы зависимость хуже. Вот это как бы первое преимущество вот этого алгоритма, который я рассказала. А второе преимущество, что оно не использует регуляризацию. Вот так у меня, да, у меня кажется все. Давайте, может быть, у кого-то есть вопросы, тогда я на них отвечу. Вот, ну по презентации у меня все. Вот остались какие-то вопросы или вы задали их в процессе презентации? Ну хорошо, давайте тогда закончим и как бы если что можно вопросы какие-то в таком частном порядке. Вот, спасибо. Спасибо.